Кто вас чаще всего смешит с этой сборной? Этой сборной? Пока вы, пока вы. Привет! Это новости молодежки. И мы тут приучаем людей к тому, что хоккей это весело. В МХЛ идет финал, он в самом разгаре. А для сборной остался последний крупный турнир. Юниорский чемпионат мира. О нем мы поговорим. В последнее время на юниорских чемпионатах мира у нас все складывается не лучшим образом. Но в этот раз мы полны оптимизма. Об этом и говорит главный тренер Владимир Филатов. Вы уже можете сказать, что у вас сейчас как семья сборная? Ну мы стремимся к этому сейчас. Ребята вообще, 90% команды это парни, которые вызываются уже не первый раз в сборной. Поэтому, конечно, они один друг друга знают. И тесные взаимоотношения достаточно хорошие, приятельские у всех. Да, есть ребята, которые пришли в первый раз, но они, так скажем, уже сразу влились в коллектив. Есть какое-то беспокойство за дисциплину? Это может пойти куда-нибудь, это может вовремя не уснуть? Нет, мы ребят знаем хорошо и об этом даже не думаем. Но в любом случае, конечно же, мы обязаны их контролировать. И тренерский штаб, и медицину их контролировать. Но на сегодняшний день предпосылок к этому не было. Кто Тавгай в вашей команде? Тавгай. Это очень сложный вопрос. Но у нас ребята чистолюбивые, я думаю, многие могут за вратаря постоять. Ну самый сильный, понимаете, что он, если что, начнет и положит. Не могу пока ответить на этот вопрос, честно. Ну есть в каждой команде человек, который все делает не в попад что-то, но все время... Не, ну у нас же сборная, какой не в попад? Нет, у нас таких нет, мы клоунов не держим. А кто самый умный, читающий, может быть, и рассуждениями даже вас поражает с этой командой? Давайте, может, не будем о персоналях. Я не так хорошо ребят знаю, насколько они умные. Я все-таки ближе к ним с такейной точки зрения. Ну вы все равно очень часто общаетесь, у вас сборы проводятся. Ну да, ну знаете, в принципе, многие мальчишки, они не только на хоккее сосредоточены. Конечно, это их дело в жизни номер один, но у нас есть парни, которые уже не в университете учатся. Там Илья Горбунов вратарь в университете учится. Еще есть ребята, которые уже закончили первый курс, поэтому... Дураков, ну среди дураков редко попадаются хоккеисты, игроки сборной. Но вы понимаете, когда они начинают разговаривать про доту или про что-то такое? Доту это игра компьютерная, я знаю, слышал. Но при мне этих разговоров не было, я не знаю. У них есть PlayStation, они могут в него поиграть. А вы можете с кем-то поиграть в PlayStation? Пока еще не играл, но вообще, в принципе, я думаю, могу. В хоккей? В хоккей, мне кажется, мне будет тяжело, что-нибудь попроще. А что попроще-то? Ну, не знаю, попроще, потому что там слишком много клавиш задействовано в хоккее. А Тартареллу раздражает музыка, которую ставят сейчас современные хоккеисты. Вас раздражает? Нет, не раздражает. У нас хорошая музыка в раздевалке. Ну, какая, наверное, популярная, на мой взгляд, вы же не готовы. Ну, и популярная, и у нас есть плейлист командный такой, в который и русские, и российские наши исполнители входят, и ретро-исполнение какое-то даже, и современные такие активные позиции. Поэтому нет. Ну, ваша любимая какая песня из этого плейлиста? Моя любимая. Она подтанцовывает на желание. У меня другие любимые песни. Мне так, русский рок больше нравится. Ну, то есть вы не разделяете, да, их вкусов по музыке? Ну, я абсолютно разделяю. У них нормальный вкус, они не слушают какой-нибудь там дабстеп и сумасшедшую эту музыку. У нас нормальная музыка играет, которая психику не рушит человека. Вы говорите, что все равно будете контролировать команду, но на сколько вы будете проверять? Проверяй, но проверяй. Да, ну, то есть будете ходить по номерам, посмотреть, спят ли все? Ну, спят, наверное, не будем ходить смотреть, но проверить, посмотреть, как ребята живут, их бытовые условия. Все ли доктора посмотрят, все ли у них в смысле гигиены в порядке. Это обязательно. Ну, и хоккейный вопрос. Вот вас не удивляет, почему у Нью-Йоркска сборная все время проблемы на чемпионате мира в руках? Какой бы состав у нас ни был, какие бы звезды ни играли, вот каждый раз проблема в последние годы. Каждый раз вы имеете в виду, что не завоевываются золотые медали? Да, ну, и у нас медаль-то на Нью-Йорке не так часто завоевывается. Да. Согласен, хотелось бы, конечно, медали почаще, но нет. А вы имеете в виду, удивляет ли меня это? Да, потому что по именам каждый раз мы можем назвать там 3-4 звезды. Ну, я всегда считаю, что на каждом турнире наша команда конкурентно способная была за последние три чемпионата юниорских. Я плотно следил, смотрел и считаю, что всегда команды были конкурентно способные. Конечно, не то, что удивляет, но неприятно, что мы не попадаем в медали. Хотелось бы эту традицию нарушать. Не только нами, я имею в виду, а вообще в дальнейшем российском хоккее. Спасибо. Свежие анекдоты знаете, Кеню? Свежие нет, только с бородой. Все, спасибо. Очень жаль, что нет свежих анекдотов. Но пока это единственный недостаток сборной. Надеюсь, посмеемся в финале от счастья. Василий Подколзин – фаворит предстоящего драфта НХЛ и восходящая звезда России. Капитан нашей команды рассказывает о чемпионате мира и о своем тяжелом сезоне. Василий, ты в этом году провел очень много матчей за разные лиги. Говорят, что ты все-таки утомлен. Ты утомлен? Ну, сила не безгранична, конечно. Но, в принципе, приезд в сборную и сам вызов на чемпионат мира должен придавать и силы, и эмоции. Поэтому, я думаю, к чемпионату мира подойдем в оптимальной форме. А как на тебе это сказывалось в жизни? Ты чаще спал или лишний раз не двигался? Обычно так оно и происходит. Как-то я утомленный какой-то, поникший, грустный. Я-то обычно так веселый, заводной, а так постоянно сплючив-то сам себе. Ну, видит это и тренерский штаб увидел. Поэтому выкарабкаемся немножко из этого. А тебя самого не пугало, что вот говорят, что пульс у тебя был там, даже после малейшей нагрузки взлетал? Тебя самого это вот не пугало? Да нет, в принципе, я тут под надзором медицинского штаба и, в принципе, не переживаю ничего. Просто надо это переработать, перебороть и уже двигаться на чемпионат мира. Как ты прожил этот год со званием? Там самые восходящие святые, самые перспективные? Все эти эпитеты? Ну, эпитеты, они остались эпитетами, потому что сейчас турнир, который покажет, кто из кто, в принципе. И, в принципе, ничего особенного такого не было, да, там какое-то, может быть, повышенное внимание ко мне было со стороны прессы, а так то же самое все. Но ты от тебя это отгонял или ты все равно задумался, вот какой я крутой будущая звезда? Нет, ну, стараюсь отгонять все такие мысли, потому что это, во-первых, неправда, там, может, со стороны Смитов. Вот, и впереди очень много работы, и хочется вот с этими парнями в игре чемпионат мира. Что тебе дало выступление в высшей лиге? Во-первых, я привык к силовой борьбе, то есть к постоянному прессингу, да, немножко к другим скоростям. Я привык к этому, в принципе, и вроде, ну, нормально на них пытался играть. Вот, поэтому, да и сами то, что я в команде с мужиками, как-то немножко дали мне сил и немножко какого-то опыта дали. Ждешь моменты, когда маску мою придется снять наконец-то? Ну, такой себе, без зубов-то ходить. Ну, конечно, наверное, каждый хоккеист, который уже постарше, может, мечтает об этом. Я как-то к этому спокойнее отношусь, но, да, с ним уже скоро, в конце сезона. Ты говоришь, что без зубов ходить, а в маску часто попадало в этом году? Да, очень часто. Чаще, чем, я думаю, людям по визору попадает, потому что, когда ты играешь со взрослыми, они уже все понимают и не так машут клюшками. А вот, когда, ну, в 2001 году играешь или еще где-нибудь, там, в МХЛ, там чаще такое. А ты понимаешь, почему у Нью-Йоркской сборной не получалось вот в последние годы? При том, что звезды были в каждой команде. Немножко, потому что, мне кажется, такой стереотип уже сложился, и там команда уже думает, ну, ладно, типа, может, мы следующие или мы следующие. Надо просто ломать эти стереотипы, потому что Нью-Йоркская сборная у нас сильная. Какой бы год, даже тот год был сильный, 99-е, третье место занял, в принципе, 98-е, я думаю, вообще бы выиграл, если бы там не скалифицировали. Вот, поэтому надо просто ехать туда с настроением, что надо выигрывать обязательно, потому что России нужно это золото, действительно. Тем более, перед самим самым главным чемпионатом мира, мне кажется, будет хорошее настроение. А ты поедешь в Братиславу на взрослый чемпионат мира? Это самая восходящая звезда. Куда? Ну что? Ну что сразу на трибуну-то? Иногда Василию не хватает той наглости, с которой некоторые попадают в сборные. Наша команда на предварительном этапе сыграет со сборными США, Швеции, Словакии и Латвии. Ох, хоть бы мы победили, чтобы Даниил Гущин не зря прилетал из Америки. До свидания. Ну, как тебе в Америке живется? Все хорошо. Ты же из Свердловска сам, да? Да, все правильно, все правильно. Ну, после Свердловска-то Америка вообще, да? Деревни. Сахалутким, кажется, согласен. Согласен с вами. Ну, у меня население еще 40 тысяч, там вообще нечего делать. Там на тренировке езжу и все, обратно домой. Спать, отдыхать. А что есть в городке? В городке? Ледовая арена, я думаю, только все, больше ничего нет. Ну, кофейни всякие. Я не хожу в кофейни, не пью кофе. Почему? Дорого? Нет. Мне не платят просто. А, тебе же еще не платят до сих пор? Это моей лиге не платят. Ну, ты можешь в Сейчел перейти, да? По пути Свечникова пойти, грубо говоря? Я думаю, да. Как бы загадывать ничего не буду. На драфт сейчас еще посмотрим, какая команда выберет. Если хорошая, конечно, пойду. Слушай, а вот сейчас был драфт Антарио в лиге, а ты ждешь какую лигу? Это был драфт, ну, кто в Америке уже играет или в Канаде, их драфтуют. А у нас драфт европейцев, так называемый, он идет у нас в июне, если я не ошибаюсь, или в июле. Я просто гуляю, увидел там фамилию, ну, русский. Он уже, наверное, в Америке, проиграл 3-4 года, я думаю, и из-за этого он там на этом драфте был. К чему не привык в Америке еще? К языку. Плохо еще, да? Ну, не очень, конечно, получше уже знаю, чем с начала года. Подучил так, к чему не привык. Так, к всему прямой против. В семье живешь, да? Да, в семье живем. Англоязычный все? Да, да, да. Ну, со мной еще парень из команд живет, он помогает мне немного, как бы. Он, проигравший уже в Си-Челл, вот, верну, ну, в Си-Челл приехал, помогает мне 20-летний парень. Спасибо ему за это, как бы, куча слова всякие. Сильно скучаешь по дому? Да. По родителям скучаю, по друзьям. Я знаю, просто куча, ничего там позорного нет, но куча ребят, кто уезжали в этом возрасте, и там аж до слез доходило, или там, типа, все, беру билет, уезжаю. Было ли у тебя хоть раз такое? Нет. Ну, я проиграл, я думаю, только один год. У меня даже до этого не могло дойти мысли. Увидим, что будет дальше, надеюсь, все будет хорошо. Как ты хочешь Аскарова, там, сделать так, чтобы он не играл, а только ты играл? Так зачем так делать? Ну, потому что тебе хочется играть же. Всем хочется играть. Ну, что, можешь обзывать его как-то, там, жердию, длинный. На шведском языке. На шведском языке. На шведском языке. На шведском языке.